давай понюхай нюхни нюхни чабреца друзья вчера при посадке да я понюхаю нет это не чабрец болеет ковидом капитан оптимизм я приземлялся друзья вчера или такой яркий запах чабреца был нет не он здравствуйте глупо уважаемые любители летных видов спорта второй день на чемпионате мира по планерному спорту летим вчера мы были третьими по скорости но четвертыми в общей таблице потому что нырнули немножечко под финишную линию получили 13 очков штрафа это стоило нам третьего места ну ничего будем исправляться готовим планиров взлетаем а еще мы можем эти диссис слушать друзья если настроение есть так включил камеру с 10 ты выключал прибор нет он выключен был ну как это может быть не знаю я вы сейчас включил я щас проверил перед взлетом с 10 в час включен это если включен к ней должно было 10 и 10 10 кучу сидя киапури а а не гайсу гоупро это хорошо но шляпа это намного лучше но со шляпой обязательно конечно можно солнечный удар получить и надел шляпу да надел конечно поехали потихонечку 52 откроется шасси убираю шасси убираю шасси убрано чуть не с моими шортами да а ты что зачем шасси шорты чтобы чувствовать когда убирать а а а класс как раз скорее всего с этого черного поля исходит поток он подтягивает сгоревшего на буксировке подтягивается и дуще планет 1 и 9 метров в секунду нет это заброс 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 это было а нажимаю ивент да нажал 46 плюс 5 50 одна как раз когда старт откроется и первые первые минуты старта если что скажу повторить хорошо ах опять карусель 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 да это праздник для нас прокатись на нашей карусели да лесорубочка опять ну друзья классическая ситуация выгодная точка недалеко от стартового набора от стартовой линии стартовой линии сзади осталось и вот соответственно все тут с криком и гигей и гигейкают пытается набрать это как народу много как шутят поток столько не выдерживает представляете они все вместе толкают воздух вниз бедный поток пытается опуститься то есть понимаете вот в этом воздухе подвешено каждый планер 800 килограмм висит несколько тонн висит в воздухе ужас из черта правой стрейт салкини отродок от что кету африка так это считай 15 тонн выглядел да фантастическая фотография как это выглядит в реальности а вокруг кресты 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 наше тоже маркер положили лента наше все 8 минут мы можем выходить 8 минут мы можем выходить 8 минут мы можем выходить погнали ну а чё впереди облака про машину все дела погнали наш стиль ну что ж друзья мы стартовали высота 2200 старта с правой стороны подходит фронт вот он виден и вот вопрос что там дальше будет когда этот фронт подойдет то ли будет очень хорошо то ли будет очень плохо ну поэтому мы идем ты хочешь под этой группой большой да нет вот эту и отверну но сейчас градусов 30 к маршруту ну и хорошо зато видим куда идем видим как иногда можно отклоняться и стартовываем набрали 2500 стартанем лучше было 2200 сейчас 2400 стартанем уже больше мы до них даже не будем доходить да вот уже можно разворачиваться вот такое направление имеет смысл через облачко пройти а идем вот вспышечка все стартовали то есть ты через само облако не пойдешь старое да? через старое не пойдешь облако нет понятно ладно погнали и топ второй тоже стартовал ну у нас там целая стая стартовала да ну он как-то лучше идет но медленнее градусов 110 влево вспышка да так справа уже будущие грозы видишь она висит но она не растет она кислая да так вот все будет фронт аккуратский милее лучше почему-то но он ныряет как ты акула акула вот сейчас впереди проверяем сколько народ хорошо хорошо не будем набирать но проходит вперед ну это шарк ага поэтому и говорю акула акула это поляки наверное фрезеры вчерашние призовики до на втором месте вот компания подобралась акула с нами второе место вчерашнего дня по идее мы должны были вчера быть после них на подиуме но 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 выигрывает не тот кто быстрее летит а тот кто больше очков набирает да и меньше штрафных ну в итоге но игра не стоит свечи не стоит вещь вышка то друзья мы подходим к поворотному пункту с нами вин шарк летит рядышком как шли с ним периодически ныряем то он то мы до поворотника два километра всего лишь сейчас мы уже чпокнем берем такие небольшие пык 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 о фига себе какой пык 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 до метра но уже имеет смысл брать поворотники дальше уже думать обо всем вот акула рядом совсем осторожно злая акула надеюсь акула через право будет разворачиваться не знаю сейчас увидим по его развороту сейчас у меня такие же вопросы стоят какую сторону акула будет поворачивать да может быть лёй шеф вот справа пошла акула ну давай не будет меньше пошли дальше вот над головой смотри а этот головой прям по курсу тоже поэтому нас чуть-чуть тут и держало но сейчас он наверно пойдет туда далеко сейчас посмотрим что у него в голове да непонятно непонятно нам по идее чуть правее надо есть у нас два варианта на два часа вспышка первую маленькую ну да маленькая потом там потесе есть что-то ну погнали так компании в конце концов по такой погоде легче тем более компания вот так приятная 275 вот тут сверху проходит справа наиграем высоко азара да так до следующего поворотника 76 километров так и ки 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 так одна гряда поперёк стоит вот здесь должно поддерживать так и есть вот посмотри тогда следующее стоит и там потом третье тут полуволновое такое движение вот это как ротор как прошлый раз а минус за ротором огромный 1200 и 1300 высота вот друзья наше сегодняшнее задание такая печерга китрая то есть все точки отмечены радиусы сейчас думаю трэм-трэм-трэм-трэм-трэм все это от трымка вот трымкаем второй поворотный концы вот шар с нами нехит капитан оптимизм закручивает выдопоток пора бы уже до надо что-то брать чтобы совсем низко не провалиться поток он к нам трэм-шар подходит ааа не знаю будет ругаться или радоваться того что их взяли сейчас раскрутим особенно вместе 1,8 средний давай до 2 сейчас 2,1 2 над нами проходят в ту сторону еще даже комментирует нечего капитан оптимизм сейчас сосредоточен сел на хвост шарку ну есть два варианта вот так 25 но раз два не ну туда тоже криво будет пошли вот так что как мы идем пошли ну и все да потому что вот новая вспышечка по по дороге да 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 не пошли странно ты до нее еще не дошел уже да 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 ты же меня сам учил что просто задели голову вертикально жду я но у меня такое чувство что туда вообще нам совсем сейчас будем прыгать к этой направо до нас будет ну и прыгает направо кочерга получилась конечно кочерга получилась конечно ну и что не поделаешь зато наша настоящая наша наша кочерга да зато гарантированно по ветру сейчас идем на следующую вспышку то есть как бы в секторе в котором должны цапнуть по идее если там хоть что-то будет да если тут будет что-то ну что пока минус 5 поймали значит значит где-то работает ну и где ты живешь ну даже не успел закрутить в минуса попал скорость скорость больше скорость шеф скорость скорость не минус 5 же ну и хорошо мы ищем оно здесь где-то живет но если ты будешь на 150 проходить минус 5 да да ну короче короче настолько узенький настолько узенький был что мы не успели завернуть надо было как вчера с перегрузкой да 1200 видишь я говорю что вот под эти вспышечки они конечно хороши но мне кажется очень сильно удлинять линию пути не стоит потому что вероятность работы их очень невелика нет мы просто не они не просто так тут стоят мы с тобой просто скорость чуть больше а? скорость чуть больше мы с тобой просто не смогли вот крутится сейчас чуть чуть правее мы не не смогли определить до этого момента как они работают с какой стороны приходить потому что мы не были низко мы сразу последние со своего ряда и низко практически не были да а если б ты успел бы пощупать то таких вопросов бы не было ты бы знал прихожу да и все а кто крутит сбереди ну вот сверху сейчас видишь или нет да и потом тогда влево тоже крутят следующее потому что тут такими волновыми и вот слева крутят тоже да 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 а вот слева это по направлению маршрута нашего ну и где ты живешь ну друзья вот такая битва с перегрузкой остается мне по полной программе перегрузка периодически до двух джи бывает когда шеф рубится по полной программе тяжело ну друзья какой длинный набор получился 2100 метров мы пока добрали вот эти вспышечки они конечно это южный ветер облака южного ветра они вроде как есть облака но не каждая из них работает и вот кстати прямо по курсу ниже нас планер крутит какой-то да да по линии выхода на маршрут ну ну ниже потому что там еще поток будет да 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 может через его поток пройти да 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 может пошли пошли наверное да да 1,7 сейчас если не задышит потому что там видишь и на земле тень ну где тот выход 10 градусов влево 10 градусов влево 10 градусов влево вот он крутит вот видишь молодец я шеф ну хоть чуть-чуть похвали да да хвалю ура меня хвалят друзья как его бобби похвалили шарика похвалили ну ты как домашняя собака но уже даже не волк уже тебя как-то уже при при как там приручили приручили уже я не каждому отдаюсь в смысле даюсь да есть у меня замечания по этому поводу но промолчу ай ладно тебе да так вот и Клаус про такую погоду говорил что я как-то прихожу Клаус говорю я наверное летать разучился почему я говорю каждое десятое облако работает ну там пятое я говорю ты Егор так это нормально это ж южный ветер когда южный ветер так и работает каждая пятое вспышечка чуть правее будет да 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 нам надо и по курсу поправиться и по курсу поправиться да ну и плывем все хорошо до поворотника 40 8 километров друзья аэродром наш справа остается вот эти озера наши большие ну вот туда-сюда 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 никакого разнообразия так сейчас здесь опять стоит волновое движение сейчас нам как бы попасть хорошо было бы вдоль волнового но положительного да отрицательно было бы похуже да а сейчас у нас минус пять вот над головой и с кошечкой и ничего понимаешь давай к этому волновому либо либо панк либо пропал ну давай чуть-чуть к нему и тогда вдоль хорошо потому что это поперек этого должно быть ветра не знаю волновое поток ты взял ничего не скажешь хороший ну мне кажется как раз работает край этого озера не озеро тут все складывается ну понятно сильный поток на один ветер раскачивает облака получается аля волновое что-то да да но и сразу выпали да ну выпали да против ветра да да против ветра но но может будет все пошли по ветру выпадает просто да ты не хочешь добрать но хочу вдоль сейчас вот по этому краюшку вот этих ну капитан оптимизм какой-то гениальный план тут я помалкиваю а можно когда я отстегнусь может я хочу пить я нервничаю хочу пить хорошо идет змей философия пока сработала но на далеко ли ну вот непонятно на далеко ли так отстегиваюсь от планера в смысле от ремней полез дальше наблюдаю пить петель не крутить петель нет но по курсу наблюдаю планера акробатический рок-н-ролл называется забудь себе водички а а а представляешь ты меня потеряешь а раз и улетел твой капайлот через фонарь открывшийся ну смотри будешь пикировать меня подбирать да спасибо друг но в одном только случай в каком если парашют не раскроется а ну да ну тут еще крутят подожди крутят сейчас посмотрим что они тут имеют почему так высоко да высоко и почему у нас низко ничто не берет мы с вами мы с военой идем не знаю не буду не знаю не буду ты и так хорошо набираешь по прямой по курсу у тебя нормальный облак впереди вот уже да потом оно как раз нам подворачивает и как раз до поворотника дойдем я водички попью да а здесь прям как гряда сформировалась смотри она красивая ты браз аккурат к поворотнику до поворотника 24 ну как раз по гряде до него и даже парим это примерно то место где кстати мы вчера набирали да вот этот город вот это рекатиса только мы вчера сюда пришли низкий низко а сегодня высоко высоко ну че я думаю что если будет сильный поток надо брать его до кромки да и так легче будет идти да ну я не понимаю которое место потому что залезаешь ну кромка даже все но потом там волновое растекание какое-то какое-то оптишь бля как круто свечку сделал шеф невесомость волеометр зашкалило и не вывалился ну это будет метров пять висит стрелка да это шеф прям коронный твой выход сегодня пиво бутылку заработал спасибо класс ну вот это вот на среднителе несколько лучше чем то что мы сейчас ловили до этого ух 2.4 упала скороподъемность а пошли дальше по гребеду пошли пошли и нам до поворотника 22 прям бреда я думаю мы будем что-то тут еще брать главное что мы высоту более-менее восстановили так что не страшно лететь было и все и поближе к облакам считаться все лучше будет фух погнали 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 за разочек у нас достигли немножечко виляем друзья но зато идем под грядами видите сейчас под это облако дойдем чуть правее подвернем почти по линии пути будете хороший у них поток вот в этой гряде прям до тебя чем до поворотника а может сейчас подберем потому что впереди кто-то крутит да до поворотника осталось 13 км а далеко не один на нашей вот высоте сейчас проскочит вверх а другой ниже ух ты как он хорошо набирает мы можем подстроиться сейчас сейчас подберем сейчас открытый класс подберем 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 нормально подберем 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 а я ну вовс видишь тут какая-то конвергенция здесь тоже нам а нам надо правее вон вспышка на два часа вижу правее на два и перед носом перед носом молодая а? в любом случае подвернуть направо сейчас я бы хотел в конвергенцию зайти вот эту и по краю тогда нам сколько 65 километров у меня идея вот опять на конвергенцию по краю понятно ну давай не знаю этот ли край или не этот но видишь тут тоже как бы вспышки молодые идут тоже как бы сейчас полетишь под эту плиту первых дать будет она работать или нет а это конвергенция потому что на разных высотах разный воздух не забывай да 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 справа планер идет он бросил тот поток видимо что справа планер был? да но он на переходе ну вот этот который он видимо там поток бросил пошел с нами ну тоже хуйня не стой ну пошли дальше он тоже остановился протяни поднял попробуй попробуй двести тридцать метров он вышел я за ним буду следить хорошо уже ниже кто-то пришел набрали мы две сто и прямо по курсу спушечка следующая выбрела поэтому мы немножко недобра пошли поток начал слабеть вот сейчас эта спушечка дает нам некоторую надежду а потом а потом вот далеко следующее ну как раз тоже по пути так что все не плохо где живет наш сильный поток спушечка над нами справа вот город откуда нам надо на поворотник нам надо с высотой а не попали а мима мима ка суше а давай висок бунок паситаико нет ирведене патаико мима 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 он пошёл как-то подругом тьмс паишещикам сейчас посмотрим будет отворачивать поворотник больше давай не забывай разгоняться ну это почти вспышечки почти в сторону то есть мы идём по ветру это может быть всегда цепочка потоков да он нашего класса отвернул вот на поворотник 9 километров до поворотника интересная города да угу ой ой городочки и садочки вон впереди где-то да впереди 11 с половиной часа ага повыше рыщет да рыщет ну и впереди он как говорится на левом коне да минус 3-4 мы отхватили но он прошёл тоже как-то по этой причём он там как продолжается но чё-то я думаю что придётся поэтому развернёмся по правой стороне возвращаться я чё-то на эти леса совсем не готов сколько километров 4 ну посмотрим что тот будет делать 3 километра осталось да друзья вот такая классика когда идёшь на поворотный пункт тут уже делаться некуда нужно взять потом разбираться с высотой сейчас уже ничего не поделаешь надо и потом в обратную сторону подключаем вот так вот так я думаю вот он вот он видишь а вижу повернулся налево пойдёт наверное потому что я тоже таких нерискованных не вижу ну собственно да ну давай вместе как-то веселее скорость брось перед поворотником на 150 чтоб легче развернулся было не боись всё нормально да да поворот поворот идеаля да да даже и тот идёт да высота тает 1200 и снижение до минус 5 метров в секунду так как говорится вечер как говорится вечер перестаёт быть томным сейчас против ветра идём против ветра против солнца ветер южный ветер южный никому не нужный опять опять минус 5 даже поговорка есть опять минус 5 реально лежит стрелка на минус 5 средняя минус 3,7 метра минус 4,0 вот это мы отхватили без дюлей от природы минус 4,5 вот такого у нас ещё не встречалось и тут опять ты его видишь? нет пока наверное у него не очень-то клюёт здесь надо в любом случае выбираться в любом случае выберемся однон днами крутится ну хорошо спокойненько набираем дальше фух ну как минус а до минус 5 так и потоки до 5 набираем вон какая красивая картиночка вот так в среднем 3-5 забросы идут высота уже 1700 отправили немножко высоту в этом потоке уже 400 метров набрали и продолжаем это делать а над нами вот такое облако пыхнуло когда мы сюда шли была скушечка маленькая сейчас уже такое облачко стремительно несёмся к нему я говорю в нижней точке когда набирали сейчас перед набором ага средняя скорость маршрута было 132 когда закончили 123 местами поменял лист цифры ну а что ты хочешь мы набрали 1133 метра нам кстати по задаче осталось набрать 1700 метров еще при каком макреде при макреде два с половиной так что вполне идем хорошо так есть варианты вариант на который я сейчас лечу на вспышечку потом повернуть но ты очень сейчас по ветру сливаешься вот поэтому я с тобой ну вот сливаться по ветру ты кстати выход из потока сделал по ветру но не критично вспышечка близко поэтому и угол небольшой поэтому не страшно а потом подвернем так потому что там опять стоит конвергенция но до нее надо добраться но я мое предложение сейчас вот эту вспышку берем тогда по пути уже поправиться вправо там стоит тоже опять какая-то вспышка и тогда на эту конвергенцию да согласен друзья 64 километра до следующего поворотного пункта по сути у нас чтобы было понятно картинка мы двигаемся вперед вот на этот поворотный пункт и от него уже до финиш то есть осталась кочерга тык и тык то есть 63 километра ну и там километров 40 очень нормально вот с пушечкой мы на нее идем и до поворотника мы придем на 129 метров под землей поэтому будем набирать ну и на чем и почем ну неплохо крутится вряд ли так отонем сразу нет нет я не сразу на чемпионате мира лохов передает меньше лохов чем на национальных ну смотри с первой же спирали до 3 соответственно подправимся под вот этой вспышечкой нормально если так пойдешь шеф то но ты и до лед скоро наберешь а я тебе сейчас расскажу сколько тебе надо полтора километра ты набери мне пожалуйста будет до лед до лед три с половиной не можем набрать мне больше ты уже час отыграл мне больше да ну ладно да друзья попали в какую-то отрицательную энергетическую линию был тысяча четыреста нужно было набрать а сейчас уже тысяч семьсот слили вообще бесконечное количество высоты опять высота тысяча сто просто пули причем за очень непродолжительное время слушай шеф а крутят где-нибудь впереди что уже прошли мы под ними и там ничего не было здесь где-то должен быть ну не просто справа 90 а справа 90 по картинке по картинке вот сейчас по прямой ну вот по прямой сейчас должен воткнуться не направо мы здесь куда бедно набрали высоты две аж две триста пятьдесят и двигаемся в сторону по маршруту дальше до поворотника 35 километров предыдущий переход был очень неудачным мы слили километр высоты практически на совсем недалеко дистанции к сожалению нашли неудачную линию вот сейчас видите нас придерживают какие-то долики хотя мы летим на 200 а там стрелка повисла на минус пяти и пусть в голове сейчас уже опять повисли опять повисла ну видимо между потоками какие-то адские исходники не настолько сильные потоки насколько сильные исходники или просто нам не везет одно из трех друзья река вот эта тиса вот этот городочек за которым нам всегда везло и подлетаем к облаку под которым нам опять же везло по дороге сюда, да? не знаю но это было другое облако нет, другое нет у меня думаешь не будет ничего? здесь будет что-то хорошо бы хорошо бы чтоб было ветер справа соответственно тебе надо будет ветер в центр и потом подвернешь, да? потом посмотрю а то тут тут против ветра выскакиваешь минуса тот который там планер крутил по ветру вот вспышки хорошие так что тут пошли мы по классике то минуса собрали то есть видишь когда это конвергенция ему опыт нужен на эту конвергенцию давай закрутим шеф давай давай только они не право мне кажется слушай да попробуем мы по другому сейчас не по маршрут идем а? ну ладно у нас все будет по маршрут ох самая волнительная часть друзья наступает долет капитан оптимизм он оптимистичен я бы вот здесь докрутил бы и спокойно шел бы спокойно ты не пойдешь потому что когда конвергенция никакого спокойства тут не будет понятно на конвергенции есть два варианта либо ты попадаешь в минуса как мы попали либо и тогда уже там набирай каждый раз будешь набирать и понемножку двигаться а другой вариант это попасть в положительную тогда не надо набирать смотри вот смотри мы такой таким крючком сделаем это как бы выглядит совсем нелогично но посмотрим может того и не будем брать но тот работающий вершина ровная и по пути но мы все равно крючок будем делать к нему мы это пройдем следующее чуть-чуть поправее левее и тогда направо ну ладно ладно да ну хорошо ох волнуюсь я не волнуйся ну как-то долетим ну как-то да ну уже я в азарте ты меня заазортировал я сейчас вот мне кажется вот здесь прям будет эх вот тут можно добрать и так ура ура ого молодец шеф Вот я хотел, чтобы ты это сделал. Отлично. 4 метра за первую скорую. Ну, здесь доберем и сразу же домой, не думая. Ну, мне еще нет. Ну, посмотрим. Ну, хороший поток прямо. Отлично, отлично. Ну, вот, 2 200 и они начинают с фонтанит. Ну, пока они наши не фонтанит. Мне показывают, что нам надо добрать высоту финиша 200 метров. 200 же финиш или 300? Линию пересекать 300 метров от высоты аэродрома или 380 на МСЛ. Понятно. Ну, тогда нам надо 100 метров еще, ну, ой, 200 метров набрать. 263 у меня с 50. Резерв. Все, выходим. Здесь еще. Попа, попа, попа. Так, и нам надо направо. Да, нам надо направо. Там как раз по дороге облако будет. Поднимем еще вправо. А я через это, потом следующее. Нет, смотри, я сейчас спрашиваю. Ну, хорошо. Хорошо. Так, такой курс правильный. Влево точно не стоит. И это даже не по дороге. Чуть-чуть. Ничего. Справимся. О, я же говорил, что тут будет энергетическая линия облака. И сейчас подвернем на поворотник. Ну, так линия, потому что следующий должен быть. Направо. Да, 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 да. Сейчас, сейчас, сейчас. Уже, уже, уже. А, подожди, подожди. Сейчас уже вот прям в нем надо направо подворачивать. Все, мы подвернем. Мы прямо на поворотник выйдем под этой лентой. О! Вот, 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 вот. Слушай, Битлз. До поворотника 8, как раз под облаками. Хорошо. А так бы, друзья, шли через Дару. И сейчас совпадает с линией маршрута уже домой. И хочешь чуть правее взять? Правее? Правее. Ну, смотри, поставь наверх, поставь на заднюю облака. Ты его с боком входишь. Ну, давай ты взял, ты взял. Да. По-моему, там живет. Но может и здесь жить. Потому что они тупые. Уже мне минусов нет. Вот я найду. Но живо фонтан. И поэтому сейчас курс пока подержи. Да, да, да. Во, 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 вот так. На, отдал. Тут два пилота на одном плане, где-то слишком много. Слишком много. Правее поворотник. Сейчас посмотрим. Для него 4 километра. Ну, давай, может. Ну, большое облако там висит. Да, ну, давай. Давай, вот так, да. Мы проходим поворотник и дальше плянем по прямой до дома. Сейчас на поворотник. Не про воротник, просто вот так проскакиваем. Прямо вот. Главное не проскочить. Да. Не, ну, прямо он покупал. Фу. Ну что, последний поворотник. Друзья, как это выглядит. Где он? Диалер. 236. Немножко не хватает высоты. Ланнер какой-то летит. Ветер в правый борт. Я к тому, что под облакой какой-то коррекцию будешь делать или прям по центру? Я по середине. Видение. Подсобрать надо здесь, подсобрать. Энергии чуть-чуть. Не, не, не. Вот, сейчас еще будет, сейчас еще порция будет. Не гасить скорость надо. Кушай, 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 кушай. Кушаем, кушаем. Спокойно, спокойно. 50, кушай, кушай. Амам, амам, амам. Ням, 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 ням. Потом под конец разгонимся. Вот. Как раз линия твоя любимая, энергетическая. Да. Вот она, цепочечка нам хорошо встает. Это там плата за минуса те адовые, которые мы нашли себе на подъеме. Ну, видишь, там, там, эту-то все поймают, потому что тут думать не надо. А там... А там надо было подумать и не все... Ну, как, мы не успели подумать. Мы не успели подумать, как разменяли тысячу. Все, что хочешь-то. Ну, вот, шпарим дальше. Да. Поворотного 38, спрямляющего. Ну, если там чуть-чуть до аэродрома остается. Фух. Так. Ну, коллега-надолет у нас есть. Где? Вот там, ныряет. Ныряет? Ну, ныряет. О, как нырнул. Минуса, наверное, там хорошие. Либо перебор у него. О, какой нас... А что ты, ныряешь через восходящий? А? Ныряешь через восходящий? Ой, ёпка, на мать. Сейчас посол базар, друзья. Все. Это уже серьезно. Ну, вот у нас гряда прямо до аэродрома стоит. Так, чтобы поднече... Ну, нет, до аэродрома. Нет. Нет? Нет, она будет вот у нас поворотной выпрямляющей. До поворотника 35 нормально. Это за этими прудами будет выпрямляющий. Ну, да, я знаю. Да. Фух. Ге-гей-гей-гей. Шпарим. Самая волнительная часть наступила. Долет. То, чего я боюсь. Отложу камеру. Да, друзья. Долетик идет скорость 220. Потому что мы идут под всеми этими облаками. В конце нас попридержало. У меня избыток высоты 300 метров. Но капитан оптимизм сожжет это в топке скорости. Мы еще минуса найдем по дороге, наверное. Но есть шанс, что... Вот так разговорился, что найдет только плюса. Только вперед. Да, надолетолет. Вон кто-то еще надолета. Отличный долет идет. Аэродром вот там. Вот пруды, за прудами. Аэродром спрямляющий. Аж уши заложило. Минус 4,6 метров в секунду на среднице. Стрелка просто повисла в минусе. Мы на долете. До поворотного спрямляющего 16. Ну и так в такой минусе, конечно, запас... Вон, минус 5,2. Минус 5,1. Как говорится, то пусто, то пусто. Но до этого было хорошо зато. Но уже тут ничего не поделаешь. Парим. Раз дым идет. Зачем запас нужен? Вот за тем, что было там испыток вообще метров 400, бац, 200 метров, как корова языком слежала. При этом мы надо понимать, что идем на 220 в скорости. То есть прошиваем эту всю муть минусовую со страшной силой. Ну вот. А вот и фронт обещанный, который обещали, который вам все боялись. Переключить частоту. Ага. Please change frequency. Мастер. Мастер. Какой интересный аппендикс. Плечки Тисы. Ну, 50, да. Тури, мэн, кинокрута. Докладывают, где вот это лед. А нам еще до пульта 10 километров. 10, и потом... О, он он, аэродром наш. Учимся. Скорость 220-240 километров в час. Вот, смотрите. Капитан. Оптимизм наяривает. 250 убивалит. О, даже от принцессы заорала. Больше нельзя. Больше нельзя, говорит. Вижу все, понял вашу ошибку. Прости. Ты бы сказал, что он километр. Я, бля, чуть не обосрался. Ну, у меня сработало. Ну, я же тоже нежно только. Я же тебе хотел чуть-чуть помочь. Да, да. Друзья, чуть-чуть наш экипаж накосячил. Я любил не тот радиус поворотника последнего километра, а меньше. 500 метров. И, соответственно, хотел помочь. Мы начали на скорости 250 бороться за ручку. Ну, я, конечно, как боролся. Я нежно погладил ее. Но капитан оптимизм пресек. Ну, шасси выпускать будешь. Можно и без шасси. Но ты только сделай 150, потому что иначе створки оторвет. Выпускаю. Что-то там зажало у тебя или нет? Нормально все? У меня все нормально. Все нормально? Никакую бутылку не зажало? Нет. Хорошо. А ты доложился, что мы садимся? Да. Их очень много. Сейчас всех не сосчитать. Да. Еще какой дурак между нами. Вот эти два, я слежу за ними. Мы выше. Выше них. Короче, нас обогнали через низ. У победителя будет под 140. А у нас сколько? 132. Ну, кто знал, что такие восходящие будут по дороге? Ну, надо смотреть, как говорится. Ну, мы под гряду хорошую поста попали. Ну, она была видна издалека. Ну, там кто-то из земли получил. Ну, больше, чем здесь мы шли, 250, уже лететь-то нельзя было. А? Быстрее-то и лететь нельзя было. Нет, мы зря набирали высоту. Мы время потеряли и там. Ты будешь длинную плесаду делать? Ну, пропускаю. Один уже зашел, другой нам слева, ниже. Видишь? Ниже. Ну, вот. Мне надо его пропустить. Ну, да. Вот тогда, о-о-о-о, тогда я буду. Еще не выпускай. Ну, по шест, пятерочку, шестерочку. О, между нами проскочил. Идиот. Оу! Сколько их? На лендинг закрепил. Ну, ты смотри, что творится. На лендинг еще. Да. Давай. На лендинг? На лендинг. Да. Такого я не видела. Ты хочешь перелететь, да? Ну, хочу. Мы тут снизимся, не боись. На лендинге у тебя же. Я смотрю, что это делает. Ну, друзья, как лига получается. О, и тормозит он сразу. Видишь, что? Да, тут тусовочка образовалась. Не работают твои тормоза. Что ты хочешь? 800 килограмм. 800 остановить. Один маленьким тормозочком. Ты, принцесса, там не обижай. Фу. Ну, что, полетали? Полетали. А? Полетали. Полетали, да. Весело было, шеф. Мне кажется, бегом. Смотри на меня. А? Ты доволен? А, с собой не очень. Я с собой не доволен. Ну, в целом, мы старались. Все, побежал за машиной. Ну, конечно, побежал. Можно я парашют отстегну? Можно. А, быстрее, быстрее побежишь. С парашютом? Весело. 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 Все, ты планер охраняешь, чтобы никто не сбил. Друзья, тут крайне важно, вот мы приземлились, идти и все время смотреть направо, оттуда, откуда могут приблизиться планировки. Потому что, видите, едет на нас планировочек и ничего не боится. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я от него, видите, отбежал на всякий случай. Во! Эх! А, это наши. На кейпту! Ой-ой-ой. Весело. Весело. Как грейдый, как каршта. Да. Ну, каршта так. Ну, хорошо. Ой-ой-ой. Ветер какой жуткий забывает. Ветову нужно смотреть во все. Вот видите, красноносый наш коллега прилетел. Сейчас мы задача, как можно быстрее. готовить к эвакуации и эвакуировать. Сидишь, друзья, ты так себе в машине сидишь. И тут раз. Планер. А за ним следующий. Блин, я пытаюсь проехать. И тут постоянно идут один во второй. Следующий. Пачками заходят. Вот этот проехал. За ним следующий едет. Вот. За ним еще едет. Еще третий. Мне каким-то раком надо умудриться проехать. Можно за меня зайти. Вот. Вот сейчас, если этот остановится, то будет. У меня создаст микропробочку. И вот, видно, как страшно подкрадывается фронт, который есть для порта. И уже для порта может сделать возможность красно полетать. Результат будет позже. Пока могли и лучше, как обычно, но могли и хуже.